Вы знаете, самое большое наказание – это вести родителям, матери в частности, в труп погибшего военнослужащего. Есть такие слова, которые можно подобрать матери, когда умер у него сын? И у нас в десантных войсках существует непреложное правило, что командир подразделения, у которого вот это произошло, он едет и эти слова ищет в себе. Мамка, не боись, а завтра увольняйся. Мама, я скоро дома буду. Привет, мама. Привет, мама. Скоро я буду дома. Мамка, я скоро домой. Мы все приедем. Они всегда разные. Это неимоверная тяжелая миссия. КОНЕЦ Ну, правильно, что это делает тот, который человека ввел в бой и не сохранил. Я их всех помню по именам, по фамилиям. Ну, пускай они остаются при мне. В какой-то мере, это наш общий грех. Но они были лучшие. Я их просто любил. И ее люблю до сих пор. И даже когда они уходят из этой жизни, они все равно, их места никто не занимает. Кто-то пришел, так же стоит рядом с тобой, как и они, но как будто их место не занят. Это все недоброжелатели России пытаются про Жуков рассказывать, что Жуков говорил, наши женщины еще нарожают. Вранье все это. Вранье. воспитывают курсанта с первого курса, что командная факультета, что тебе будут доверены люди. Ты за каждого отвечаешь, как за собственного младшего брата вначале. Ах, мой малыш, среди улиц, домов и крыш, непрекаяно, чуть дыша. Так упрямо твердят уста, все пройдет и весенней порой. Ты вернешься, мой сын, мой герой. Спасибо огромное всем людям, которые здесь, в Москве, привозят гуманитарную помощь, помогают. Это невероятная поддержка для нас и понимание того, что мы не одни. А что может сделать человека добрее? Да элементарно взять его за руку и отвезти в реанимацию. Или отвезти в детский дом, где брошены дети. И вот в этот момент, когда ты это видишь, ты легко переосмысливаешь свою жизнь. И ты понимаешь, что у тебя не жизнь, а сказка. Но после увиденного, после этих страданий, ты уже не можешь сказать, что меня это не касается.